Продолжаем проходить метро 2033, и мы остановились на том, что нас сейчас снесло огромной волной жуткой страшной энергии, которая убила парочку из наших, и теперь осталось только трое, которые готовы защищать эту станцию Павелецкая, вернее четверо. Но надолго ли нас хватит, это неизвестно. Давайте сосредоточимся, вспомним управление, так, да, на F у нас фонарик, и всё время путаюсь с кнопкой T, потому что я играю сейчас для себя в Terminator Resistance, и там на кнопку T включается фонарик. Так, нам деваться некуда, нужно отбивать атаку, потому что мы такой альтруист, даже если играть на плохую концовку и поступать неправильно всю игру. Сейчас мы должны поступить хорошо, и воевать, воевать с этими мутантиками, потому что каждый мутант, который пройдёт мимо нас, попадёт на станцию и будет съедать там людей заживо. Хотя, судя по тому, что шум улёгся, и там сзади уже нет никого, никто не орёт, там колокола не звенят, видимо, все уже эвакуировались, поэтому хрен знает, зачем мы сейчас здесь воюем. Но разрабы считают, что нужно, поэтому мы продолжаем воевать, да, такие дела. Наши ребята почему-то орут как бандиты, разумеется, и стреляют так же хреново, как бурбон, потому что оно и понятно, когда у вас тут была практика за эти 20 лет жизни в метро, правда? Молодцы срёточатся, конечно, тут могут и закрыть меня. Эти-то вроде бы бессмертные, по крайней мере, сейчас чисто геймплей на авок, я, к сожалению, нет. У меня всего-то там 5 аптечек, 5 гранат, ножиков, гаусска с кучей патронов, 1334 золотых патрона. Понимаете, я совершенно бедный человек, просто нечем стрелять во врагов. Да. Поэтому трачу самые обычные патроны, калаша, которого я вообще надыбал трофейну, со всеми этими апгрейдами, которые, в принципе, мне и даром не упали. Так, опять у вас там маслята вышли. Причём, если прилететься, то можно заметить, что некоторые монстры всё равно вроде бы мимо нас пролазят через потолок, пока я не смотрю. Так, а может и нет. Так, посмотрим. Мы вроде бы их успешно так привлекаем. Котелок наш с водичкой вовсю там барахлит и булькает, но водичка не выливается, потому что она такая магическая. Ну или вместо воды у вас желе какой-то. Так. Главное, случайно не переключиться на золотые патроны, а то мне их жалко тратить на такую мелочь неинтересную. Уж поверьте, нам ещё будет с кого их всадить в будущем. Почему я перезаряжаюсь молча, а вы все орёте постоянно каждую секунду, идиоты? Так. Вроде бы нужно просто их убивать, пока они не закончатся. У нас нет выбора, и мы не сможем никуда деваться. Так что привыкайте к такой невероятно разнообразный геймплей со стрелом этих разнообразных монстриков, которые нас немножко глушат в том числе. И тут ещё одна скриптовая волна воздуха, которая нас снесла, потому что воздух это страшная сила, понимаете? Ну и всё. Все погибли, как вы видите. Все мои товарищи воевали, воевали, только для того, чтобы их тут замочили вот так вот. Без благодатного, так сказать. И нахрена в итоге? И куда подевалась большая часть монстриков, которая здесь бегала? Эх, все сдохли, ребята. Опять один я выжил. Как же тяжело быть избранным, понимаете? Вечно выживаю только я. Ну и ещё вот этот чел. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боюсь, как видишь. Да не особо-то я вижу. Ты целенький вроде бы. Ты должен найти нашу радиостанцию. Установить связь с полисом. И поставить запись сообщением об опасности. Светлый очко морали. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Ну как знаешь, как знаешь. У меня тут, понимаешь ли, имеется пять аптечек. Я, по идее, мог бы в тебя насовать так, чтобы ты сразу забегал, как миленький. Но, увы, увы. Геймплей мы можем лечить только себя. Потому что игра такая уж невыносимая в этом плане. Как и любые другие игры с воскрешалками и аптечками. В геймплей. В геймплей лечить сколько влезет, в сюжете хрен там. Так, кстати, если сразу же убежать от этого мужика и не взять у него запись, то мы получим злое очко морали. Так что, нужно терпеть, понимаете? О, заметочка. Их тут аж четыре, поэтому нужно внимательно исследовать эту локацию. Артём тоже будет сейчас много комментировать, как видите. Нам есть о чём поговорить тут. Так, и надо переключиться, конечно же, на дробовичок. Рельса, она, конечно, классная пушка, но стрелять из неё по мутантам, это... Бессмысленно, они слишком изворотливые. Ну, в общем, как видите, тут действительно прорвалось слишком много мутантов, и мы, по факту, ничего не сделали. Повоевали зачем-то там, а нужно было просто всем сваливать и отстреливаться, пока мы отступали. А не стоять здесь, за этим дебильным рубежом обороны, который весь в дырках. Так что все мутанты пролезли очень быстро. Хорошо ещё вам, что тут чужих нет. Чужие бы вас вмиг порвали с такой-то фиговой обороной. Ну, в общем, да. Как видите, независимая станция. Но теперь она точно независимая, ни от кого нет чего. Мёртвым ничего не нужно, мёртвым ни от кого не зависит, это точно. Так, здесь нужно искать, кстати говоря, ещё два сейфа. Ой, тихо-тихо, вот эти вот дырки, опять-таки, если мы к ним подойдём слишком близко, нас туда утянут и убьют сразу же по скрипту. Так что не стоит это проверять и тестировать. Так, а вот где находятся ключи, я, к сожалению, не припомню. Да, у нас тут, видите, бойни, собственно, всех перемочили, потому что воевать-то умеет один Артём, разумеется, все остальные это дебилы, которые непонятно как выживали все эти годы в метро, если их так легко слили вонючие мутантики. И какие-то там серьёзные и опасные, а просто всякая мелочь пузатая. Эх. Ну, кто-то там ещё в колокол вьёт, кого-то там ещё не домочили, видимо. Ну ладно. Для меня сейчас главное это исследовать местность и искать ништяки. Ага. О, видите, видите? Спасибо всем этим людям, что они храбро сдохли и не стали отстреливаться, чтобы... ой. Опять растяжку зацепил. В общем, не стали отстреливаться, чтобы сохранить как можно больше патронов для меня, избранного. Это поступок настоящих героев, я им за это благодарен крайне. Так, чего у нас тут опять этот любитель пускать ультразвук в нас? А, вот он, видимо, колокол, который сейчас стучал, да? И кто же из него стучал? Вроде никого тут уже и нету. Так, что ещё есть интересного? Библиотека какая-то. О, патрончики. Вот в том и дело, видите, я уже говорил, что я в летсплее сильно рассеиваю своё внимание, и поэтому я, наверное, уже где-нибудь прошёл мимо пары дневников или ключей. Но я торопиться и не буду, в принципе. Зачем оно мне? Кто-то будет это смотреть. Ну, если вы смотрите, то просто можете прокрутить то, что вам неинтересно, но, опять-таки, я не гарантирую, что я в этой серии куда-нибудь зайду, потому что, видите, тут такая станция большая, обширная. Вон, видите, патроны повсюду золотые, рассованы маленькими пачечками. Так что, разумеется, это всё нужно обыскать, нужно найти, нужно постараться понять, где тут спрятаны 4 записки и 2 сейфа. Это, как вы понимаете, дохренища контента, который нужно отыскать здесь. Так. А 2 сейфа, это означает, что также ещё и ключи нужно искать сначала. А вот, видите, ещё патроны золотые. Ну и, кстати, да, тут повсюду кикиморы, они сейчас на меня полезут большой толпой. Вот-вот. Очень подлые твари такие. Маленькие и слабые, конечно, но, блин, носятся как горелые. Потому что, разра, вы посчитали, что это крайне логично, что у этих тварей такое быстрое движение, по-за счёт того, что у них такая простецкая анимация. Буквально за пару кадров, оказывается, уже вплотную ко мне и начинают мне насовывать со всей дури. Так, ещё патроны, ещё патроны. Как же вы тут всё раскидали? Вот, видите, живут люди в таких огроменных станциях и дохнут тут, потому что всё это огромное место невозможно по-нормальному защитить. Повсюду дырки. Вот если бы вы окопались в одном каком-нибудь удобном месте, то другое дело. Хотя мне это, конечно, легко говорить. Тем более, если эти кикиморы вот так вот пробивают стены буквально, то, наверное, от них никак не уклонишься, не спрячешься, да? О, видите, видите, там стелсят они, стелсят. Это так напоминание игроку, что он вот такая вот крыса тоже. Если ты игрок стелсишь там вокруг людишек, то ты точно такая же крыса. Бьёшь из-под тишка, всё время прячешься в тенях и так далее. Это нам, так сказать, возмездие. За то, что мы вели себя как крысы в локациях с людьми. Потому что теперь настоящие крысы ведут себя тоже как крысы с нами. Они вроде бы конечные, поэтому их можно перестрелять всех, если постараться. Вон, видите, сколько я мяса уже настрелял, интересно. Можно прокормить уже, наверное, всех жителей этой станции, если воскресить всех, кого замочили. Так. Но пока что я не нашёл ни одного ключа. Ни одного ключа. Они здесь явно должны быть. Я помню, что где-то в начале был ключ. Так. Ой, нужно было себе выписывать всё это дело, наверное. Потому что в летсплее я сейчас, ну, нифига, наверное, не соображу. Всё время буду ходить, тупить и вспоминать, где же там оно было. Вроде бы первый ключ должен быть как раз где-то неподалёку. Около надписи «Независимая станция». А вот где именно, я не знаю. Тут, вон, ножики ещё всякие есть. Выкидные. Блин. Столько всего пёстрого тут разноцветного, и я в итоге сразу же путаюсь и не знаю, куда их смотреть, в общем-то. Не знаю, может, придётся за кадром искать эти сейфы или просто забить на них. Забивать я не хочу, потому что это всё-таки дорогая вещь, между прочим. Там куча патронов в каждом сейфе вечно лежит. Поэтому пускать их плохая идея. А ещё надо искать записки. Тут ещё забаррикадировались. Видимо, здесь у нас была местная больница, типа. Так. Максимально спартанская и бюджетная. И ничего тут нет. Ой, будет печально, если кто-нибудь из моих зрителей уже заметил ключ, пока я мимо него побежал, потому что я тут треплюсь и не вижу, куда я, собственно, бегу. Так. Запасы грибочков такие богатые оставили. Вот же идиоты, а. Это нужно было в первую очередь спасать, а не людей. Люди могут и новые наплодиться, а вот грибочек, грибочков новых нарастить будет сложновато, понимаете? Так. Чё ещё тут имеется? Такое место обширное, такая здоровенная станция. Пустая, в принципе, достаточно. Но, блин, тут же есть где-то два сейфа. Я не вижу ни сейфа, ни ключей от них. Не вижу заметки в том числе. Учитывая, что идут четыре штуки, меня начинает жёстко от этого параноить. Вот, кстати, так смотрю этот дырку, кажется, что туда можно залезть, но нет, не стоит. Нас там, опять же, просто убьют. О, где-то там играет музычка. Кто-то забыл выключить. Это у нас тут, что начальник станции так расселся у себя. И кто тебя тут завалил-то, интересно, за этой закрытой дверью? Или ты сам себя завалил? Он же людям делать нефиг. Как будто совсем незачем жить в этом мире, а? Что ж ты будешь делать? Чё у нас тут? А, опять, разумеется, фан-сервис от Глуховского. Опять его книжки повсюду. Ну-ка, тут чё? Эти сейфы открытые, так что это не то, что нам нужно. Нам нужны закрытые, где лежит всё самое лучшее бабло. Ага, вот оно. Видите, один ключ я нашёл, наконец-то, блин. Я уж боялся, что я ни хрена не найду в этой локации. Так. Но при этом я всё ещё не нашёл остальные записки. Ещё игра меня сохранила, меня до того тоже немножко нервирует. То есть как начнётся скриптовая сцена, и как меня понесут на другой уровень против моей воли. Ну-ка. Так, хорошо. 53 патрона, видите, дофигища. А вот, кстати говоря, Хельсинг, который я не стал покупать в прошлый раз, потому что он мне не упал, в принципе. Нет, нельзя. Не в этой игре, к сожалению, ломать замки мы не можем. А вот в Метро Эксодус уже сможем, кстати говоря. Так, ладно, один сейф я нашёл, это хорошо. Блин, Артём, ты так спокойненько-спокойненько открываешь дверь, будет торопиться совершенно некуда, и опасности тут никакой тоже совершенно нет. Ой. У нас тут ещё начинает дыхание задерживаться, потому что дышать дымом, к сожалению, мы плоховато можем. И сейчас ещё нужно бояться того, что нам расхреначил противогаз. Видите, тут тоже повсюду дырки. Сейчас полезет нечисть в нас, что называется, драть, и, к сожалению, вовсе не эротично драть. Эх. Так, а где же остальные три записки-то, Артём? Ты на чём их писать-то собрался? Я тут подсказать хотя бы, где то ли эту бумагу для тебя найти. Ай, блин. Какие же всё-таки тварюги подлые, а? И скоростные ещё. Это нечестно. Почему они могут так красиво и быстро бегать, а я нет? Я тоже хочу быть мутантиком. Тоже хочу носиться как псих. Так, чё у нас тут? А-а-а, повылезали твари. И при этом, опять же, если они бьют нас хоть по заднице, они могут нам поломать противогаз таким образом. Тогда дышать у нас немножко не получится. Как видите, у нас там всё ещё убывает таймер. Такс. Ну-ка. Сказы про то, где я там прячусь, чем я там занимаюсь. Прикольные граффити старательные от детишек. Короче, вон там выход, я понял, да. Значит, туда мы не идём и, скорее всего, не пройдём ни в этой серии, ни в следующей, никогда вообще, потому что я буду изучать эту сраную станцию, пока я не найду все свои сейфы, записки, патроны и... Блин. Мало того, что я растяжки срываю, так ещё и они растяжки срывают. Вот же сволочи, а. Какие же подлые мутанты. Тут столько уютных постелей повсюду, и никто на них не лежит, никто ими не пользуется. Аж грустно от этого, понимаете? Все предпочли убежать или сдохнуть, и никто не стал валяться в постельке в обнимку с какими-нибудь самым симпатичным из этих мутантиков. Нет, все зачем-то сдохли. Получили светлую вспышку. Ай, блин. А ещё мы получили взад. Так, ну это там, в принципе, привычно. Мы всё время тут получаем взад от этих крыс. И сами тоже любят прописывать взад кому-нибудь. Тут ничего больше нет. Вот главное, крутой спартанский шлем бронированный. Почему бы его не взять, Артём? Почему ты ходишь с чем-то там, с чем-то там носишь всё это время? Без понятия. Мы же не могли за всю игру нормальную снырагу получить. Особенно в этой самой версии. О, чел с пистолетом, видимо, тоже решил настрелять себе в рот. А может, как будто делать нефиг. Так, чё я там говорил? Да, у нас же нет возможности в редукс-версии купить себе броню, поэтому... Артём у нас сейчас там как бегает с голой жопой с начала игры, так и сейчас так же бегает. Это как-то не очень логично с его стороны. Так, чё тут ещё есть что-то? Ой, вашу же мать, да сколько же тут всего, блин, а? Такая богатая, роскошная станция, теоретически. Потому что, по факту, тут, конечно, одни всякие голые полки, обоссанные матрасы и так далее. Ага, заметочка. Но, наконец-то, я шагаю по кровавому болоту. Ух, как же это сурово и серьёзно прям вообще хренеть. Да. Ну, опять-таки, я зачитывать это не стану слишком долго. Я не люблю просто сидеть на месте и читать. Так, хоть понимаю, конечно, что это может быть полезно. Но вроде бы всё. Мы, получается, здесь всё исследовали. И пора двигаться на следующую часть, потому что, как видите, мы нашли вторую заметку. Следовательно, второй сейф должен быть в другом месте. Так же, так же, где все остальные заметочки. Короче, я рискну пойти дальше, иначе у нас тут серия реально затянется до бесконечности в этом месте. Вон какой-то мужик, браво, тут воевал. Целую кучу народа перещёлкал. Ну-ка. И в итоге они все его... Эм, а кто его загрыз-то в итоге? Если все дохлые лежат. Ну ладно, допустим. Не повезло им всем. Ни протагонисты они, ни избранные. Вот и приходится подыхать так глупо. Сколько бы народу вы не забрали, а всё равно скопытились. Какой эгоистичный пацан. Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведёшь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Ну пойдём подальше от него. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не на... Не правда ли сказочно-криповый диалог, когда пришёл какой-то... Когда пришёл какой-то дяденька и... Я не в гости пришёл. Он меня... Да соткнись ты уже нахрен. Ну монстры на... Блин, как я не люблю детей просто. Он стал снять. Даже в такой ситуации я не могу... Его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его на ж... Жаль, что он тебя тоже самое не пошинковал, чтоб ты тут не мучился. Дети метро. Да, я понимаю, что я циничный, конечно, но я просто ненавижу детей. Люто бешено. Придётся тебе помогать. А то нас все... Особенно у таких детей, которые мудаки. Ой, тем более, что у них та же самая озвучка, что у того пацана, который у нас пульку выпрашивал. У того же пацана, который у того мужика-бомжа выпрашивал рассказ, потом кидал его. Так что да, один и тот же голос на всех детей определённо не помогает этому. У нас, кстати говоря, немножко такое... Теперь усложнённое управление. С инерцией я из-за того, что мы таскаем все этого пацана мелкого. Ой, так, ладно, допустим. Ой, капец, тебя ещё терпеть. Я уже забыл, что я хотел сказать. Начал говорить, этот придурок меня перебил, и всё, я теперь забыл уже. Эй, ненавижу детей. Ну ладно. Хорошо, что у меня их никогда не будет. Я уж позабочусь об этом. Так, с моим-то образом жизни мне можно и не беспокоиться на этот счёт. Так, потому что няшные карманные монстры на меня из монитора, к счастью, не полезут. Так, ну, пойдём дальше, что ли. Кстати, спрытить я тоже не могу. Зато, знаете, что я могу сделать? Я могу спрыгнуть куда-нибудь в эту яму радиоактивную вместе с этим пацаном. Хе-хе-хе. Так, я вспомнил, что я говорил. Да, какой же всё-таки криповый диалог, правда, когда подходит такой дяденька молчаливый, смотрит на пацана и тупо мотает головой, качает головой и так далее. Кто тут подползает, блин, где они эти крысы? И в итоге пацан на всё соглашается, хотя мы ему ни слова не сказали. Ну серьёзно, Артём же вроде бы может говорить. Какого чёрта он даже в такой ситуации не мог сказать маленькому ребёнку хотя бы что-нибудь? Хотя бы что-нибудь типа, успокойся, всё будет хорошо. Так какие-нибудь банальности вот эти стандартные. Почему, блин? Кстати, да, противогаз-то нам уже не нужен. У нас тут всё-таки пацан. Поэтому очевидно вполне, что если у нас нет на него противогаза, то и хрен с ним. Так, нам ещё нужна четвёртая записка, кстати говоря. И сейф один. Но если я упустил сейф, то и хрен с ним. Я просто пройду эту главу и найду этот сейф. Ой, тихо. Смотрите-ка, чуть не подорвался. Хе-хе-хе. А у меня, если что, броня на спине висит. Хе-хе-хе-хе-хе. А, да. Ну ладно, ладно. Свидок жалко. Перемочили столько мяса, теперь будет тупо гнить. О, кого-то там гранатами глушат. Тут уже пацан, видимо, всё успел потырить, освоиться, да? У меня тоже патрончиков вон сколько. О, спасибо, это полезно. Но я бы как бы и без тебя это нашёл на самом деле, поэтому... Нет, не особо ты и полезный. Так, где-то находится ещё один сейф, ещё одна записка. Да уж, странный пацан, довольно стрёмный. Но, по крайней мере, вот, видите, мы видим тень, и кажется, пацан там на нас присутствует. Так что разрабы хотя бы это предусмотрели. Ноги они для нас не предусмотрели, но тень от ног опять-таки есть. Это странно со стороны разрабов, почему они так делают? Это всё-таки 2000... какой там год? 2010 год был, год выхода игры. Уже вышла куча игр до этого с... С телами у персонажей. Как пацан видит, как тут сзади подползает, если он ещё даже не вылез из нары? Нифига себе он экстрасенс. Так, чего у нас тут? Ещё автоматики всякие. Ну, в принципе, дорога линейная, тут не потеряешься нигде. Блин, жаль, что этого пацана нельзя куда-нибудь в яму скинуть. Я и без его советов справлялся вполне нормально. Теперь будет постоянно визжать тут, пока я пытаюсь комментировать происходящее. Ты что, не понимаешь, что это смейл летсплей? Мне не нужны тут ещё больше детей. Мне их хватает под роликами... Под всеми роликами, которые пишут про то, что нужно снимать один Undertale, потому что им ничего неинтересно. Ладно, плевать. Это всё я снимаю в любом случае, не в надежде на аудиторию. Скорее наоборот. Народ, слышите, я живой. Перестайте там пулять и придите сюда на помощь. Заберите этого пацана, пока я его случайно не уронил где-нибудь. Да, совершенно случайно. Я это, значит, не хотел. Просто само так получилось, что он упал на эти колья 10 раз подряд. Так. Хе-хе-хе. Ой-ой, смотри, там дырка. Дырка у тебя в одном месте, а это отверстие. Как сказал бы Трудовик. Хе-хе-хе. Да. Единственная фраза, которую я запомнил с школы. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Уж... Ой, сапоги. Что-что? Что там сказал? Кинуть гранату и оставить тебя здесь? Ой, стоп, не то. Не та кнопка? Держи. И чё? Чё-то я не заметил, что потолок там обрушился. Так что, походу, зря я гранату потратил. Блин, какие же вы противные крысы, а? Так, цапнет слегка и убегает. Цапнет и убегает. Ну что за подлый приём? Оно же всё равно не работает. Я, блин, отрегенерирую быстрее, чем вы сможете мне хоть какой-то урон нанести, крысы противные. Так, ладно, ладно. Ту, блин. Интересно, как я тут пролезаю с этим пацаном? Я его там об стенку, что ли, шваркаю? Вот так вот. Хе-хе. Мне, в принципе, не жалко. Ну, в общем, как вы поняли, даже если мы проходим на злую концовку, если мы совершаем плохие действия, мы всё равно обязаны этого пацана, что называется, спасти и пощадить, блин. Ай. Кошмар какой-то. Отгрызли мне уже всю задницу. Мне ещё на ней сидеть. Мне ещё ей хвастаться перед милыми покемончиками, не знаю. Хе-хе. А вы меня тут всё обкусали. Да заткнись ты нахрен, я сейчас тебя тут в эту дырку скину. Капец. Может, по идее, просто уйти, но, блин, я пытаюсь сообразить, где находится сейф ещё один. Меня интересует сейф, меня не интересует этот пацан дурацкий. Я никогда не был альтуристом. Аль-труи, альтуристом, блин. Хе-хе. Вот он, сейф на один, ключ должен быть где-то дальше, насколько я помню, так что я на правильном пути. Да вы заманали, Филипы тут у вас так много, сволочек. Кто вас тут расплодил, и почему я в этом не поучаствовал, а? Это несчестно. Почему я всегда должен справляться с чужими детьми, вместо того, чтобы самому их-то строгать? Хе-хе. Да ладно, это было странно. Ну и пофигу. Я никогда не пытался казаться каким-то интересным и адекватным человеком. Так, вот, сохранили меня, спасибо. Это что? Кажется, провод. Провод это то, что я на тебе сейчас затяну, если ты не заткнёшься нафиг. Вон там, а блин. Где вон там, а? Ой, почему же тут одни только дети? Дайте мне хоть одного взрослого какого-нибудь. Так, тут кажется у нас путь дальше находится, и мне нужно, разумеется, развернуться. Да-да-да, вот здесь у нас, видите, точка невозврата, кажется. Так, сейчас мы спустимся вместе с пацаном в эту вонючую жижу. А, нет-нет-нет, это не точка невозврата, мы можем тут вернуться. Да-да-да, пацаны, жри радиоактивную воду, промокай в ней полностью, ты это заслужил. Так. А, вот ты где, хранитель ключика. Спасибо, мужик, то, что мне и нужно. Хорошо постарался сохранить его для меня. Ну всё, я всё собрал, я ничего не упустил на этой локации, я доволен собой. Надо постараться с этой серией этого пацана, что называется, сбагрить, да, сбагрить я имел в виду. Конечно, я бы его лучше сбросил куда-нибудь в радиоактивную яму. Но, увы, я добрый, я должен быть таким вот чисто паймальчиком, который помогает тут всем бедным, болезным, так сказать. Хе-хе. Ну и тем более, бабла у меня уже столько, что я всё равно не знаю, что с ним делать. Ну, знаешь, судя по тому, что ты ещё здесь, это, к сожалению, неправда. Да, придётся с этим смириться и как-то жить дальше. Ну, кстати, тут у нас снег, то есть, как видите, дырка ведущая прямо на поверхность. Что странно, опять-таки, если тут, собственно, идёт заражённый воздух, загрязнён из поверхности, то какого чёрта нам... Я сейчас тебе тоже покажу картинку одну, блин. Покажу картинку с днища дрищи, которую я тебе скинула. Ай, блин, как ты меня заманал. Почему дети такие противные? Я бы предпочёл, если бы он боялся постоянно, трясся и просился, чтобы мы его спрятали где-нибудь, блин. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Да я бы тебя туда с радостью отправил, блин, заманал уже, пацан. Я имел в виду то, что мы почему-то не должны носить противогаз, хотя вот он воздух, вроде бы, заражённый с поверхности. Где логика? Я не понимаю. Я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Что ты сказал? Что уронить тебя, уронить? Давай, пацан. Пш, будешь, давай, спрыгивай с меня. Пш, пш, хе-хе-хе. Ах, ладно, ладно. Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдём, она меня ищет! Спасибо, Бабр. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить, если бы он потерялся. А при чём тут пацан-то? Отец-то уже всё скопытился. А пацан явно определённо будет маньяком. Оставь себе это дерьмо. Хе, у нас патронов так много. Получили вспышечку за то, что мы не взяли патроны. У нас патронов вон полторы тысячи, понимаешь? Мы богатые, вернее, я богатый. А ты оставь себе свои вонючие копейки. Хе-хе-хе. Ну вот, собственно, и конец локации. Беда в том, что туннель этот ведёт не в ту сторону. Так что идти тебе придётся поверху. Почему я бегу? У меня что, руки связаны? Я же вроде без оружия. Странно, как будто я в смирительной рубашке. Ну, в принципе, да. После того, как вы всё услышали это от меня, вы наверняка захотели бы увидеть меня в смирительной рубашке. Так, мне это всё круто, но мне самое главное найти, где тут находится вроде бы последняя записка. Ну вот, видите, когда-то кого-то, получается, мы всё-таки спасли, отстреливая мутантиков. Правда, довольно мало, тут всего-то несколько десятков человек, поэтому метро всё равно обречено вымереть, и все превратятся в страшных орков. Так, вот она, последняя заметка. Она предлагает мне патроны, как будто мог поступить иначе. Вроде бы это всё одно и то же, скорее всего, и навряд ли текст изменится, если мы примем патроны эти. Но я их не принял, я молодец, и так далее. Спасибо, можете меня похвалить за это. И тут стоят барыги, потому что определённо в такой ситуации нужно барыжать побольше, не правда ли? Ой, чё, барыга? Будешь барыжить? Чё тебе отдать? Так, на, забери вот это всё. Револьверный патрон нам не нужны. Патроны для Хельсинга, кстати говоря, неплохо так стоят. Видите, как взлетают мои денежки. Так, и патроны к автомату тоже собери. Опять-таки, дробовик оставим их Гауску. Ещё хвастается там гад, что у него там есть то, есть это. А у других людей этого нет, сволочь. Так. Нет человека, нет проблемы. Но это хотя бы логично, тут не поспоришь. Ой, разложили всякое говнище. Интересно, если я сейчас развернусь и пойду назад, я смогу пособирать это оружие и попродавать ему, бегая туда-сюда. Мне чисто это даже интересно сделать. Так, ну вот, как раз подадим ему этот трофейный каваж за 52 патрона. Чего у тебя тут имеется? Так, Тихар, ВСВ. А, мы вроде бы его уже видели, поэтому ничего нового. Но тут то же самое, как видите. Понятное дело, что ассортимент здесь дерьмовый. И нафига, ну вообще все нужно, это тоже большой вопрос. Блин, а вот реально, я могу пойти назад и начать собирать патроны и... Вернее, не патроны, а оружие. Или меня там сейчас заблокируют и не дадут вернуться. И чисто интересно, а то может быть тут реально можно сейчас таскать все стволы туда-сюда. Ну-ка. А, нет, тут кажется заблокирован проход. Да нет, видите, я походу могу реально спуститься вниз, пойти назад и собирать там все эти дробовики и продавать их здесь, не знаю. Там вроде бы не было ни одной точки невозврата, везде можно вернуться. Ну то есть, если вам реально нужны деньги, то вы можете этим реально заняться. Но не стоит, понятное дело, у меня полторы тысячи патронов, то куда мне их девать? Так что хватит взлобиться. Главное, что я прошел этот уровень на 100%, все получил. Разве что не все вспышки, которые у меня тут записаны на листочке, сработали, так что хрен его знает. Ну и без разницы, пойдем дальше. Так. Да, нам пора заканчивать серию, мы как раз закончим ее вместе с этим уровнем. Че, куда проходить тут? Везде тьма и мрак, я ничего не вижу. Почему я не могу фонарик включить-то? Фонарик это что, оружие такое страшное? Ох, ладно. И пошли мы опять в какую-то задницу. И послать сигнал в полис. Ммм, холодные и липкие объятия, как это не очень-то звучит. Не очень плохо. Так. Ну что, пожалуй, мы прямо вот здесь и остановимся, наверное. Учитывая, что у нас тут дальше идут парочка скриптовых сцен и затем изучение новой локации, с этим разберемся в следующей серии. А пока что, да. Очередная передышка, в очередной раз полюбуемся нашими прекраснейшими запасами патронов, с которыми непонятно, что теперь делать. Блин, я еще 46 патронов не продал, что ли? Капец. Видимо, Калаша разродил, когда продавал его. Ну ладно, придется как-то пережить это упущение, эту потерю, целой кучи бабла. Короче, продолжим в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok